Чемпионат Германии все-таки возобновится. В следующие выходные мы увидим ревердерби между Дорфинской Боруссией и Шальке. Александр Аллаев, генеральный секретарь РФС, пообещал, что свет в конце туннеля близок. 15 мая на исполкоме РФС будет серьезно рассмотрен вопрос возвращения футбола 21 или 28 июня. Всем привет! Это пятый выпуск «Коронабизнеса» нашего совместного проекта с руководителем Международной школы спортивного менеджмента Максимом Билицким. Кажется, он начал этот проект приносить пользу, потому что начнем мы с хороших новостей. Возобновились чемпионаты Кореи и Фарер. Сегодня у нас будет включение гостя как раз с Фарерских островов, которые нам расскажут о том, как они победили коронавирус. Максим, ну на самом деле, помимо Германии, мы к ней еще с удовольствием вернемся. Буквально только что генеральный секретарь РФС Александр Аллаев сказал, что, в общем-то, как свет в конце туннеля виднеется, и это будет конец июня. Либо 21 июня, либо 28, такие проектные даты. Как ты считаешь, насколько это реально в России? И дальше мы продолжим тогда эту тему раскручивать. Реально это будет тогда, когда официальные лица правительства подтвердят какую-то информацию, либо сам РФС уже получит добро от правительства. Но я тебе хочу сказать, что во многих регионах проникновение коронавируса не печальное, не столь масштабное. В Москве, конечно, это все носит угрожающий характер. Почему? Потому что цифры растут с каждым днем, и сегодня уже больше 6 тысяч. Но играть в регионах можно будет. Я не очень уверен в том, что в Москве будут играть, раз уж без зрителей, так, может быть, эти команды будут играть на нейтральных полях. Спартак, ССК, Динамо, Локомотив. Ну, вот рассказывают некоторые футбольные агенты, знакомые, что обстановка очень нехорошая на юге страны, в частности, Северный Кавказ, Дагестан, там, где принято собираться большим количеством человек, в общем-то, игнорировать какие-то предписания специфические в связи с ситуацией. Люди привыкли ходить друг к другу в гости, общаться, собираться, и что, естественно, влечет в свои последствия. Но есть обратный пример, что вроде как Калининградская область у нас чуть ли не снимает карантин, и пользуется таким образом преимуществом маленького региона, который закрыл свои границы. Ну, есть где играть, на самом деле. Я думаю, что и Самара, Нижний Новгород, Саранск, Екатеринбург, достойные стадионы Чемпионата мира по футболу 2018 года, которые могут принять матчи. Ну, Фаренбург, понятно, тоже. Раз без зрителей, просто, конечно, многие клубы будут протестовать, потому что будут играть не дома. Своя раздевалка, опять же, у каждого есть домашняя, но без зрителей, я думаю, что даже на самых посещаемых стадионах не будет разницы, где играть. Меня, знаешь, что, скажем так, порадовало во всей этой ситуации, что исчезла немножко иллюзия того, что российские клубы на самом деле вовсе не заинтересованы в том, чтобы заканчивать чемпионат и побыстрее выходить на поля. Потому что развеял эту ситуацию генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, который начал оперировать цифрами в интервью Владу Воронину и сказал, что, посмотрите, мы каждый матч, каждый тур, который мы играем даже просто без зрителей, мы уже теряем до миллиона евро. И это человек первый, который заговорил о потерях. Федун тоже говорил о потерях, он конкретные, по-моему, цифры не называл, кстати, здоровья ему пожелаем, но он первым сказал еще в интервью РБК, это было, по-моему, в конце марта, про то, что «ах, нас ждет». Ну, ах, то ждет, но после этого было острое нежелание никем доигрывать, ну, практически никем. Причем парадоксальность ситуации в чем, что это 12 клубов, назовем их так, дюжины клубов, которые сейчас принимали до последнего момента самое активное участие в жизни РПЛ, участвовали на заседаниях, постоянно вносили какие-то инициативы, но эти инициативы, они были скорее не конструктивного характера, а вели к тому, что давайте все это закроем, никто у нас не вылетит, тем более, что вроде как идею расширения РПЛ уже приняли, вот прекрасно, добавятся две новые команды, а те, кому угрожал вылет, они останутся на местах, ну, и со всеми вытекающими последствиями для позитивных, в кавычках, для руководителей этих клубов. Ну, футбол, у нас ожидают все равно понижение уровня со следующего сезона, потому что, если сейчас как-то наковыряют, там, зарплату наплатят, то страна очень сильно пострадала уже от коронавируса, и брать эти деньги будет негде для того, чтобы те же самые зарплаты платить. Может быть, и сейчас ты физически не можешь всем сократить зарплаты, но ты просто контракты будешь пересматривать, либо их разрывать на следующий сезон, так или иначе. Поэтому единственное, что можно пожелать всем, это высвободившиеся деньги, которые останутся после отъезда самых дорогостоящих игроков, попытаться все-таки направить на скаутинг, на методическое обеспечение детско-юношеского футбола, на саму подготовку на инфраструктуру детско-юношеского футбола, и как-то немножко забыть о том, что на какой-то момент, может быть, сезон 2-3 уровень футбола у нас будет ниже, чем даже вот сейчас. Ну и ничего страшного, есть другие примеры стран. Ну и почему? А ты вспомнил 90-е годы, в том числе и период твоей работы с Властимилом, когда у вас дебютировало огромное количество классных молодых ребят в «Зените», потом ты вспомни Спартак Ярцева 96-го года, да и сейчас, что в ЦСКА происходит, какое количество талантливых ребят вышло на поле, Кучаев, Чалов, и они довольно ярко себя проявляют. Так что есть футболисты молодые, просто нужно, чтобы их появлялось больше. Это, наверное, шанс. А я не думаю, что это приведет прямо к такому уж капитальному снижению уровня. Ну да, с легионерами будет вопрос, но дело в том, что, учитывая… Ну ты же наверняка заметил, что в последнее время далеко не во все клубы ехали легионеры из приличных футбольных стран, а те ребята, которые из приличных футбольных стран ехали, они сейчас у них обратно и уехали, как Андрей Шюрли. И, в общем-то, не оставив никакого яркого следа. Поэтому нормально будет чуть-чуть подупасть, если это падение состоится. Я совершенно не уверен, что молодые российские игроки, которых все-таки кое-где уже в приличных академиях воспитывают каким-то новым методиком, где-то лучше, где-то хуже, они прямо уж так сильно уронят уровень российского футбола. Вопрос, знаешь, более конкретный в чем? Что сейчас, вот ты в прошлом выпуске говорил о привлечении специалистов из-за рубежа, о правильном их использовании. Сейчас нужно будет привлекать обратно клубом тех футболистов, которые уехали на период пандемии домой. И нужно будет, как и сейчас при возобновлении сезона, как-то обеспечивать допуск иностранцев в Россию. Как ты технически видишь этот момент? Технически, я думаю, разберется РФС, РФПЛ. И вчера, кстати говоря, Александр Александрович Алаев выступал, я видел фрагмент по Матч ТВ. Мне очень импонирует его уверенность. Ты сам понимаешь, что Российский футбольный союз и любая федерация в России, она вряд ли бы могла без уже какой-то поддержки столь уверенно звучать. Легионеры все вернутся в абсолютно разном состоянии, но я думаю, тот протокол, который принят, он наверняка тоже предусматривает меры по их реабилитации, так называемой, и по приведению в соответствии с основной командой. А что касается технической истории, то, возможно, тот же путь, по которому вывозили частными самолетами кого-то, чартерами, может быть, как-то получится это все воспроизвести. Тут, конечно, все зависит от того, где все находятся. Бразильцы и аргентинцы, которых у нас, кстати, не так много сейчас, особенно аргентинцев, они же далеко, европейские легионеры, с ними будет попроще. Не более во многих странах уже как-то передвигаться можно. В той же Черногории, кстати, с 11 числа, с сегодняшнего дня, разрешено перемещение между регионами по горизонтали. Прибрежный район может между собой весь перемещаться, там несколько провинций. Средняя Черногория, включая столицу, отдельно, и Северная Черногория отдельно. Так что верим в то, что главное запуститься, верим в то, что мы запустимся. Потому что даже Бундеслига говорит об большом количестве сложностей. И мы это увидим уже в эти выходные. Я только что перед нашим с тобой эфиром прочитал фрагмент интервью тренера по физподготовке, который работал с Дортмундом в 2002 году, со Штутгартом в 2007. Он сказал, что вы хотите, сейчас очень будет много мышечных травм, сейчас будет очень неровная подготовка, очень неровная будет физическая форма у игроков. Мы увидим очень интересный футбол. Я не думаю, что это будет явно выглядеть по-клоунски, но то, что определенные проблемы с физподготовкой будут, что составы наверняка будут очень неожиданными, и что, к сожалению, кстати, ты, наверное, уже знаешь, некоторые футболисты, такие как тот же Лука Йович, получили травмы и в быту, и на тренировках. Йовичу не везет уже с этой пандемией, просто капиталь. Сначала его штрафовали за то, что он что-то там нарушил въездной режим. Домой, потом, видишь, у него еще и травма. Но это абсолютно следовало ожидать, потому что мы тоже с тобой поднимали эти вопросы. Понятно, что с пузом спинным никто не будет выходить на поле, но мышцы будут реагировать на простое, на непривычное состояние, чего очень долго. Чудес быть не может. Медведев, гендиректор «Зенита», он сказал, что с воодушевлением воспринял слова Алаева, так же, как и ты. И, кстати, выяснилось, что у РФС тоже существует некий документ, который будет регламентировать вывод футболистов из простоя. Такой же, как достаточно громко показала всем Германия неделю назад. Что там тоже учтены все нюансы, всякие аспекты, связанные с медицинским протоколом в отношении снижения риска. Но получается-то, что так, что Германия-то поставила вопрос возвращения футбола достаточно остро. Даже и на правительственном уровне, потому что там есть понимание, какое влияние на настроение, на психологию людей это может оказать. Да, давай даже просто оставим за скобками финансовые вопросы, финансовые проблемы, которые частично решатся с возобновлением сезона. А в России такой позиции пока нету. И все ее ждут, как я понимаю. У них есть готовый документ, у них есть какие-то готовые у РФС отработанные уже вещи, которые они, будем говорить так, они готовы вернуться. Но все равно все чего-то ждут. И не видно пока особого энтузиазма сверху вернуть футбол на стадионе. Ну, опять же, вряд ли генеральный секретарь Российского футбольного союза звучал так позитивно. Не будет у него уже какой-то информации. В нашей стране по-другому невозможно было бы себе представить. Я уверен в том, что РФС консультировался с ДФБ, потому что существует программа развития футбола, которую приняли и которую также готовил ДФБ. Эдуард Безуглов, светлейшая голова, его уже тоже отмечали, и он сам высказывался. Врач сборной России. В этом участвовал. У нас очень хороший штаб медицинской сборной, очень хороший штаб Черчесова. Я их прекрасно знаю. Научное обеспечение, и физподготовка, и Евгений Калинин, и Владимир Паников. Это люди очень разумные, очень профессиональные. Я верю в то, что разработали протокол, потому что с медицинской точки зрения в обеспечении футбола у нас все прекрасно. Я этих людей очень уважаю всех. С точки зрения экономики Медведев абсолютно прав. Медведев человек, который поднял КХЛ, и у него, помимо того, что он представлял Газпром долгое время, причем там, не знаю, около 30, наверное, лет, он очень разумный человек, экономически прекрасно подкован. Он прав о том, что убытки неминуемы, но, опять же, наша структура футбола такова, что откуда ты можешь получить доход? У нас нет ни телевидения нормальных денег, ни спонсорства нормальных денег. А у нас очень слабо пока продают футболистов за границу. И возможно, что эта ситуация, она в том числе и запустит все-таки какие-то процессы. Но у нас нет экономического влияния на футбол, кроме как каких-то решений сверху. И тут все будет зависеть только от решений сверху. Я считаю, кстати говоря, почитав статью, в которой был обзор фильма, фильм я еще не смотрел, что, конечно, делать ставку на... в кабель-спутник очень сложно. Я бы все-таки более активно запускал бы монетизацию через интернет-платформы, через массовый доступ к таким платформам, как Яндекс или Мейл.ру, со своими филиалами, которые занимаются показом или OTT-платформами. Кстати, РПЛ довольно-таки много делает. У них тоже сейчас собрались очень светлые головы в цифровых коммуникациях и в соцсетях. Нужно расширять, конечно, границы и получить все-таки деньги какие-то за счет масс, а не за счет платных подписок. В принципе, там правильно написано о том, что наш потребитель не очень-то привык вообще платный футбол, бесплатный футбол, практически все время меняются. У нас модели развития коммерческие, но у нас, понимаешь, в одночасье все равно не соберешь. Хоть завтра ты поставь Матч ТВ на коммерческие рельсы, убери всю поддержку государства. Ну, не получится у нас собирать много денег. Для этого должны пройти года. И я согласен с тем, что смотреть премьер-нигу с точки зрения телепоказа гораздо интереснее лично мне, чем ту же серию А. Потому что показ намного приятней. Графика, которая есть на экране, она приятней. Я могу сравнить наш показ с ведущими показами, с премьер-лигой, с английской, с бундеслигой. А бундеслигу я смотрю довольно много. Так что вопрос сейчас заключается в том, когда инициативы будут запускаться более активно. Для того, чтобы наш футбол перешел на коммерческие рельсы, это касается как заработки на потребителя, так и заработки на продажах игроков. Для того, чтобы зарабатывать на продажах игроков, я думаю, что это более реальная задача сделать это быстрее. Необходимо вкладываться в инфраструктуру, в методики привлечения необходимого числа консультантов. Но при этом, вопреки сложившемуся мнению о том, что консультанты никогда ничего не помогают, это неправильно. И нужно подходить к этому с умом. Я в этом участвовал и знаю, что это такое. С точки зрения моих бизнес-проектов с Лагардер, с тем же немцами. У нас выпуски начинают расширяться, обрастать головами, как у Змея Горыныча. Иван Эйстерланд, судовой брокер компании Atlantic Shipping, бывший пресс-эташе сборной Фарер и журналист, и почетный консул Республики Уругвай. Вот что мы имеем сегодня. И по очень праздничному случаю. Потому что в Европе возобновился еще один футбольный чемпионат, кроме Беларуси. Это я бы назвал ее главной новостью прошедшей недели с того момента, как мы, Макс, с тобой общались. Иван просто сейчас расскажет, как Фарерские острова умудрились от этой гадости очиститься под названием COVID-19. Насколько я знаю, статистика там была 187 зараженных, 187 вылечившихся – ноль. В самых плохих случаях. И как это все-таки вы там этого дела добились? Добрый день. Иван, Максим, привет. Привет. Да. У нас в субботу состоялось это знаменательное событие. Начался в эту субботу, то есть, когда на Фарерах наконец-то чемпионат начался, было официально объявлено, что архипелад свободен от эпидемии, и из 187 выявленных зараженных вылечились все, кто не умер. И это стало, кстати, личным политическим триумфом министра здравоохранения, а в прошлом премьера Кайлео Ивановсона, легендой и вратаря многолетнего столичного хаба, и его нынешнего президента, который много лет был дублером сборной у твоего знакомого Янца Мартина Кнутсена, в частности, в Москве, в Лужниках, в 95-м. На матч пока попасть не из действующего до конца июня карантина, то есть запрещено собираться больше 100 человек сейчас вместе на мероприятие, но все желающие могут смотреть прямые трансляции по интернету. Естественно, форексам очень приятен интерес к футболу извне, это своего рода признание. Один из ведущих корвежских каналов выкупил первые 12 туров по три матча в каждом, а датская газета «Экстрабладок» показывает матчи на своем портале. Вот ты написал статью для «Спорт день за днем» на днях перед началом чемпионата, и ты ее назвал «Самый дурацкий вопрос об этой стране, разве есть там футбол?» На что один из твоих знакомых в фейсбуке, футбольный, к слову, комментатор, бывший, по всякому случаю, прокомментировал так, или потому что я за последние недели узнал, как раз именно там и есть футбол, так он есть. На что ты ответил, он мало где остался. Ну, ты-то и раньше знал, конечно, что на фарерах футбол есть, и он как раз настоящий. На фарерах ты бывал, чтобы что-то скрывать. Но благодаря такой чрезвычайной ситуации, как коронавирус, надеюсь, что у многих других открылись глаза, что футбол – это не обязательно многомиллионные контракты и зарплаты, арабские шейки, китайские зрители и Мамаев с Кокорином. Кокорин, кстати, проиграл здесь вместе с Зубой фарерской молодежки в 2009 году. Да, это, кстати, забил Макс. Макс, знаешь, кто в этой встрече забил победный мяч? Забил господин Эдмунсен, который, если Армения все-таки доиграет чемпионат вместе со всей второй Бундеслигой, то он будет первым, по-моему, фарерским игроком, который будет играть в Бундеслиге. Ну, если его куда-нибудь не продадут в какой-нибудь Ливерпуль. Да, он будет первым фарерцем в топ-чемпионатах, вторым первым полевым игроком. Первым фарерцем был Гонар Нильсон, который отыграл 15 минут в апреле 2010 года в матче Арсенал-Манчестер-Сити за Сити. Скажи, Вань, а там я видел, что некоторые зрители на трибуны пробирались, по всем маленьким фрагментам, которые мне довелось увидеть с вашего первого тура. Там как это возможно? Фарерцы люди непослушные, что ли, если им говорят, что без зрителей? Почему там они сидели? Ну, скорее всего, это были не просто зрители, а люди, которые тем или иным образом были связаны или связаны с клубами, то есть, возможно, какие-то администраторы и так далее. Потому что, на самом деле, фарерская клубная структура построена таким образом, что это все практически на общественных началах. То есть, члены клуба, которые платят членские взносы, выбирают совет, обычно на год, из, как правило, пяти человек. Там должен быть, конечно же, обязательно президент, вице-президент и казначей. Это все, можно сказать, дополнительная общественная нагрузка, потому что никаких премий эти люди себе не выплачивают. Все средства, которые поступают в казну клуба от спонсоров, продажи билетов, тех же членских взносов, они идут на оплату игроков, тренеров. Кто-то, может быть, хотя, скорее всего, копейки детским тренером уходит. Ну и общее поддержание инфраструктуры. Да, но вообще футбола не было больше, чем полгода. Последний тур состоялся еще в конце октября. В ноябре дважды еще сыграла сборная. Последний раз лига поздно так начиналась 35 лет назад, когда было еще 8 команд у 14 туров, а не 27, как сейчас. То есть до принятия FIFA и UEFA. Да, люди очень соскучились по футболу. Он играет исключительно важную роль в таком маленьком обществе и практически в каждой фарерской семье есть среди родственников не только рыбак, но еще кто-то, кто тем или иным образом связан с футболом, будь то игрок, администратор, детский тренер или просто добровольный помощник в каком-то из клубов. И таких тоже очень много, потому что именно на волонтерах все и держится на самом деле. Иван, спасибо тебе огромное. Хорошие тебе дороги на острова. Как только объявишься, ждем новостей. Спасибо, Иван Максимович. Иван, спасибо. Было приятно послушать. Скажи, пожалуйста, ты сейчас вот послушал хорошие сводки с региона, где победили коронавирус. Ты преисполнился радостью и оптимизмом. Это здорово, что вы уже начали. Но они не единственные. Слава богу, очень ждем ближайшего ревьер-дерби. Ревьер-дерби будет уже в следующие выходные, если кто-нибудь там не вмешается в очередной раз. Потому что Максим имеет в виду возобновляющийся чемпионат Германии, который все-таки пробился через всякие инстанции, в том числе и в лице канцлера Германии Ангела Меркель. Да и что, наверное, даже было опаснее и тяжелее через местный Минздрав. Следующую субботу, если что не помешает, Боруссия Дортман Шальке, ревьер-дерби, о котором сказал Максим. Далее могу сказать Лейпциг Фрайбург, Хофенхайм Герта, Фортуна Дюссельдорф Падербург, Аугсбург Вольсбург, Айнтракт Франкфурт, Боруссия Мюнхен Гладбах, Кёльн Майнц, Унион Берлин, ФЦ Байер Мюнхен и Вердер Ливеркузен. Вердер Ливеркузен заканчивает все это футбольное пиршество, которое, к сожалению, все-таки будет без зрителей. Это победить пока невозможно. Без зрителей на трибуну нужно уточнить. Зрители будут, и их будет очень много, у экранов различных. Да. Максим, там нехорошие новости буквально были несколько дней назад из Германии, но прямо меня немножко насторожили. Там Динамо Дрезден стало психовать из-за того, что у них два положительных теста. И они стали переживать, Ральф Минге, спортивный директор, насчет того, что им придется теперь садиться в карантин. Не может ли это отложить начало сезона во второй бомбе слиги, которая собирается начать почти одновременно с первой? Сегодня я видел информацию в Кикере о том, что, да, команда садится на двухнедельный карантин. Пару дней назад Зайферт сказал о том, что мы не свернем с пути. И говорят о том, что, ну что, две игры будет перенесено, сыграют почаще. Ничего страшного в этом не будет. А какой у Минги есть вариант? Он что, хочет сниматься или получать баранки? Никто добровольно ему баранки не даст. Дрезден регион очень влиятельный в плане футбола. И когда Дрезден играл в третьей лиге, их посещаемость была в пятерке, по второй и третьей вместе взятым. Там 27 тысяч, по-моему, было при 35-тысячном стадионе, если я не путаю. Поэтому главное, чтобы это не носило массовый характер. И даже, кстати говоря, в твоем любимом Кёльне три игрока уже вылечились и сегодня или вчера написали о том, что тесты негативные. Поэтому нужно принять как данность, но лига не должна остановиться. Будем верить Зайфер. Если только тренер Каучинский, который тренирует Дрезденская Динамо, сейчас как один известный персонаж из одного российского футбольного клуба, не скажет, что мы не хотим вылетать, поэтому давайте прекратим сезон. Ну а заодно еще и в Инстаграме глубокой темной ночью еще обзовет как-нибудь миллионы россиян. Ну да, к сожалению, Шалимова критиковать я не буду. К сожалению, он уже много получил. Но, кстати, я могу сказать, что Ахмат для меня многие уже сезоны являются очень хорошим примером, как правильно собирать состав. И в течение обстоятельств то, что у Рашидова Маткуловича были проблемы со здоровьем, но команду он подготовил очень хорошую. Это его команда. Несмотря на то, что и Кононов там мелькал в качестве тренера, Шалимов пока просто оправдывает, собственно, несостоятельность как тренера. А команду, конечно, жалко, если она вылетит, не заслуживает. Команда очень хорошая. Игроки там очень хорошие собраны. И игроки сборной, и Семенов, и Городов даже там играет. И тот же самый Береша, и многие другие. Ну, давай помечтаем, или пофантазируем, точнее, о том, что, может быть, это был тонкий менеджерский ход назначения такого тренера, которого будет проще снять, и здоровье Рашидову Маткуловичу в этой ситуации. Абсолютно. Еще раз, на Премьер-лиге я абсолютно против, потому что у нас, как я тебе уже говорил в одном из наших эфиров до этого, у нас и на 16 человек, на 16 клубов, вернее, не найдется 16 стойких, а тут 18 будет. Тот же ротор нет гарантии в том, что он войдет, и не начнутся финансовые проблемы. Волгоградская область очень нестабильна, очень большие пережитки того, что очень часто менялись там губернаторы, мне об этом говорили люди из первого хуст в свое время, когда мы занимались проектом «Наследие чемпионата мира», что область пострадала из-за того, что там постоянно менялась власть, и постоянно менялись, кстати говоря, партии, которые были у власти. Ты недавно общался со своим знакомым, тренером Михаилем Эунингом из Германии, который сейчас тренирует Арис, мы как-то уже о нем говорили, и он вроде как сказал, что в Греции чуть ли не вообще все хорошо, и они возвращаются. Как-то так в Греции, где всегда столько проблем, где там, не дай бог такое вспоминать, там города сгорают просто из-за того, что вовремя пожарное оповещение не сработало целое, то как там умудрились с этой ситуацией справиться? Слушай, ну это пока частное мнение, кстати говоря, мне пришло в голову написать Михаэлю, после того, как я увидел фотографию в инстаграме Массима Карреры. Михаэль, кстати говоря, ни в одной соцсети не состоит, и он жаловался, что под его именем выходили какие-то люди, которые писали в Фейсбуке Михаэль Эунинг и даже в Твиттере, но у него нет никаких соцсетей. Я ему тут же написал, но, кстати говоря, он звучал не то чтобы озабоченно, но не очень позитивно, потому что он сказал, мы не знаем, что будет, мы 43 дня сидели дома, и сейчас нам разрешили тренироваться только по модели физподготовки и без мяча, по восьмеркам. Поэтому он пока не понимает, как и что будет. Будем следить, скажем так, может быть, через неделю, когда мы с тобой снова запишем эфир, что-то изменится уже. Что касается Греции, то да, ты прав, все может меняться очень быстро, и принятие решения в том числе, что надо играть, тоже могут очень быстро, но, конечно, никто сейчас со зрителями играть не будет. Какая бы ситуация ни была, даже в странах, которые начали открывать границы, даже в той же Чехии, твоей любимой и родной, мне кажется, там ничего с массовыми мероприятиями до конца лета как минимум не будет. Не, ну с массовыми точно не будет. Чехия, кстати, начинает в конце мая, а вот еще один чемпионат мы и начали сегодня с хорошего, ну и давай хорошим и заканчивайте. Все-таки тоже возобновился в эти выходные. И в Корее начали играть. Причем уже многие те, кто видели игры, они сказали, что это, конечно, даже уже не Белоруссия по уровню. Но вот единственное, по антуражу, боюсь, скучно, потому что большие пустынные стадионы и множество игроков с одинаковыми фамилиями, это сложно для ментального восприятия. Знаю я немного ситуацию с корейским футболом. Я, кстати говоря, четыре года назад встречался с Лигой и с Федерацией, и у меня там есть одна очень хорошая знакомая, кстати, является футбольным агентом, училась в РУДН. Она говорила о том, что стадионы, построенные к играм в Сеуле и к чемпионату мира 2002 года, так и не научились правильно коммерциализировать. И плюс еще они достаточно устаревшие, потому что они все предполагают беговые дорожки, ну, либо там, за исключением. А что касается футбола, то корейцы считаются самыми европейскими из трех ведущих народов в той части Азии, Япония, Корея, Китай, и поэтому нет ничего удивительного в том, что они довольно быстро и эффективно побороли вирус и приняли решение играть. А футбол там очень физический, физподготовка у корейских игроков мощная, ты тоже это прекрасно знаешь, потому что в «Зените» играли трое корейцев, по-моему, они все проявили себя с очень хорошей стороны. Скажем так, двое точно прилично проявили себя. Да. Ну, и тут немаловажно заметить, что у корейцев у них просто конфуцианство, это означает, что там слушаются старших, даже если эти старшие тебя там на месяц старше. Поэтому им легко было справляться со всякими... Орднанками по-корейски. Да, очень все жестко. Максим, мы ждем с нетерпением 15 мая, что там произойдет на исполкоме РФС. Еще с большим нетерпением мы ждем 16 мая, когда, наконец, Германия поиграет в футбол. Ну, может быть, мы и посмеемся над некоторыми игроками, которые будут трюхающей походкой это делать, но рады мы их будем видеть безмерно. А я буду рад видеть тебя через неделю, и мы все это с тобой обсудим. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и оставлять комментарии со своими вопросами. Мы ответим на них в следующей программе.